Девочки и мальчики, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Жанна. И сегодня я вам покажу легкий и простой способ, как можно подстричь себя дома и сделать ровный срез волос. Я несколько лет отращиваю волосы и уже до поясницы. И для меня эта длина, она уже слишком большая, и я постепенно хочу убирать на несколько сантиметров. И сегодня я вам покажу стрижку, которая достаточно популярна на ютубе, но делаю я ее немножечко другим способом, который даст вам возможность сделать ровный срез, а не полукруглый. Поэтому, если для вас актуальна стрижка дома, то, пожалуйста, смотрите. Для того, чтобы произвести стрижку, я специально заказала парикмахерские ножницы на Алиэкспресс. Если вы не знаете, то очень-очень многие парикмахеры заказывают ножницы именно с Алиэкспресс, а потом во всяких интернет-магазинах, либо просто магазинах, эти ножницы продаются просто с бешеной наценкой, там в 500 или в 600%. Ножницы стоили мне 160 с чем-то гривен, 5-6 долларов. Чтобы выполнить стрижку, нам, естественно, необходимо помыть волосы. Почему это необходимо? Потому что любая стрижка, она делается на чистые волосы. Если у вас волосы вьются, то, конечно же, постарайтесь их вытянуть на браш. Но поскольку у меня волос пористый, этого, естественно, недостаточно. Поэтому следующим этапом для того, чтобы осуществить стрижку, мы будем выравнивать. То есть я закалываю нижнюю часть волос, и, как мы видим, кончики немножко пушатся. Мы уже выровняли одну сторону, и теперь приступаем к выравниванию всех остальных. Дальше мы выравниваем остальную массу волос, и вот такой вот результат у меня получился. И после этого нам необходимо завязать низкий хвостик. Очень важно использовать при этом хорошую расческу. Это может быть либо тангл тизер, либо просто расческа-однорядка. Потому что очень важно сделать прямой пробор и очень гладко причесать. То есть хвостик должен быть тугим, и при этом у вас не должно быть нигде никаких петухов. Завязываем его сам внизу и проверяем на наличие петухов. Как мы видим, должно быть достаточно плотно все завязано. И начинаем чуть-чуть ниже, сантиметров 8, накладывать резиночку. Резиночка нам нужна для того, чтобы фиксировать хвостик. Также каждый раз, как мы завязываем резинку, мы проверяем на плотность и немножечко ее стягиваем вниз. Это вам позволит обеспечить хорошее натяжение волос. И я так делаю каждый раз, как завязываю какую-то новую резиночку. Если я чувствую, что где-то недостаточно натяжения, то я резиночку просто перевязываю. Если у вас длинные волосы, у вас это может занять немножечко дольше непосредственно само завязывание этих резиночек. Потому что на самом деле на более коротких волосах это более удобно. И вот так вот выглядят мои волосы со стороны. То есть они все перевязаны резиночками. И опять же проверяем положение. Ваш подбородок смотрит на 90 градусов. То есть у вас не должны ваше лицо слишком низко опускаться. Потому что если вы нагнетесь подбородком, то у вас уже будет не такая ровная стрижка. И сам костик он должен быть очень тугим и практически не двигаться. И для того, чтобы проверить нет ли где-то пустот, соответственно ровно ли волос лежать, то я перед непосредственно самой стрижкой я прохожусь еще раз и все-все проверяя руками. Далее мы берем наши ножницы и первый раз там нужно немножко их подкрутить. Для того, чтобы они более расслабленно могли работать. И мы завязываем самую последнюю резиночку в том месте, где нам необходимо отрезать. И просто начинаем отрезать. Лучше всего попробовать новые ножницы на какой-то участке, который вам не особо жалко. Потому что бывает, что потребуется несколько раз, чтобы отрегулировать. Если у вас не сразу получился прям идеальный прямой ровный срез, не огорчайтесь. Резиночку мы не снимаем и просто дорабатываем, держа это все в руке. Как мы видим, получились такие более плотные, более хорошие кончики. И теперь мы можем распускать и смотреть, как это все смотрится в хвосте. Стало намного-намного аккуратнее все это выглядеть. И намного дороже, потому что я сейчас нахожусь в периоде, когда я сращиваю каскад. И мне бы хотелось, чтобы у меня волосы были все одной длины. Но, к сожалению, несколько лет назад был пострижен каскад. И внизу волосы не абсолютно ровные. А то, что вы видите по бокам, это остатки каскада. Сами ножницы мне понравились в работе. Но это не самые лучшие ножницы из Китая, которые я пробовала. За свою цену они достаточно неплохие. И в любом случае их нужно немножко разработать. Хочу вам дать еще такой совет. На Алиэкспрессе есть огромное количество классных парикмахерских ножниц. И они выполнены от другого производителя. Я заказала вот эти ножницы. Они с очень быстрой доставкой. Они мне за 7 дней пришли в Украину. И для меня это было приоритетом при заказе. Но советую вам также посмотреть какие-то классные ножницы именно с Алиэкспресс. Потому что большое количество парикмахеров их там действительно покупают. Вот такой вот ролик у нас получился. Напишите, пожалуйста, кто пробовал именно этот метод. Мне будет очень интересно узнать. Всем пока!